Да, мы сами будем говорить сегодня два, может быть, если успеем, три тема, касающиеся нашей главы недели, и, как всегда, попытаемся разбираться более детально из того, что мы читаем в главе Торы. Наши главы начинаются со словами, «Ва яйца Якова в нидер шова, ва яйла хорона». То есть после того, что Яков случилось с того, что Яков увез благословление Ицхака от его брата Исав, и ревка мамы Яков и Исав услышала, что Исав планирует покушение против Якова, против своего брата, то она говорила с отцом, с Ицхак, и они приняли решение, что он должен покинуть их и уезжать жить в Харан. Почему в Харан? Харан был брат Ривка, мы учили про него недавно. Лаван, который уже был уникален, когда случилась свадьба с Ицхаком. Он был очень заметный в той главе, и он фигурировал у нас весь в главе. Весь ситуация с Якова связана с Лаван. Она отправляет его к Лаван, поскольку у Лаван есть дочерей, и Яков должен жениться. Поэтому уходит Яков, и написано, в Торе очень интересно, как это происходит. Воейца Якова. Он ушел из Бершева и уходит куда? Зачем Тору должна так много слов говорить? Ну, услышали Яков и ушел в Харан. Причем того, что он ушел из Бершева. Ну, естественно, если он уехал в Харан, значит, он покинул Бершева. Это как сказать, что я уехал из Кривого Рога и доехал в Израиль. Ну, понятно, что если я в Израиле, я не в Кривом Роге. Ну, что тут особенно сказать? Поэтому Раши сразу говорит, что это подчеркивает двухсторонное движение. Первый, когда Яков покинул Бершева, что-то произошло. Что произошло, стало по-другому. Когда праведник покидает местонахождение, она сильно страдает из-за этого. Становится по-другому без него. И он куда уходит в Харан? Харан, где гнев Всевышнему находится постоянно. Есть еще одна причина, которая написана в Мидраш, в Мидраш Раба. И он говорит, что есть еще одна причина, почему Яков ушел из Бершева. Вы помните такой фигурант, который называется Ави Мелых? Да. Помните Ави Мелых? Вау, вау. Ави Мелых фигурировал еще при Евраам, а потом при Ицхак. Он фигурировал, он заключает, там есть еще какие-то дела между Авраами и Ави Мелых, а потом дела между Ицхак и Ави Мелых, а потом оба, Ицхак и Авраам, заключаются по своих очереднее время союз с Ави Мелых, заключается союз, что это за союз? Союз, который я не буду навредить тебе, и ты не будешь навредить меня, ни мне, ни моего сыну, ни моего внука, ни моего правнука. И написано в Медраж, что этого защиту, которая дала союз, дала Ави Мелых защиту на семь поколений. На семь поколений. Что это за семь поколений? Семь поколений до Йорушуа бинун. Потому что Ави Мелых был один из важных королей, одна из больших национальностей, которые жили тогда в Израиле. Они знали, что детей Авраам будут принимать в земле Израила. Поэтому Ави Мелых говорил, я хочу союз, что у меня будет определенное время защиту. Защитывала всегда на семь поколений. Авраам, Ицхак и Яков, Иосиф, Леви, Амраам и Мушех. Это семь поколений, которые ждали союз с Авраама. Когда Ицхак заключал союз с Ави Мелыха, добавился еще одно поколение до Йорушуа бинун. Сказал себе Яков, если не останусь здесь, буду вынужден тоже подавать союз, продлить союз с Авраам и тогда, что будет. И Йорушуа бинун не может завоевать. А он должен взять Израила. Поэтому он ушел из Бершеба. Для того, чтобы не заключать союз с Ави Мелыхом. То есть было не просто, что ушел, потому что нужно было. Ушел, потому что была дополнительная причина не заключать союз с Ави Мелыхом. Когда читаешь такой мидраж, сразу даешь очень серьезный вопрос. А что, Авраам не хотел, что его сыновья получат заранную землю Израила? Ему не было жалко нас? Хотел. Почему? Почему он даст заключал союз с Ави Мелыхом? Почему Ицхак было не жалко? Еще одно поколение ждать? Почему именно Яков начинает жалеть про его сыновья? А Авраам Ицхак все равно, ну давай заключаем союз, будет ждать еще семь поколений. Почему так? Какая разница? А? Может быть, были еще малочистыми, но по количеству людей. Еще раз? Мало еще было нас, может быть. Я не понял. Егор, еще раз говори. Мало было еще населения, может быть. Людей. Не знаю. Это вопрос решаемый. Вопрос другой. Почему им было не так важно, что будут быстрее? И в этом есть и разница между наших приотцов, двумя приотцов, Авраам и Ицхака, к Яков. Авраам и Ицхак, они были связаны с божественностью, которая находится в мире цилут. Авраам был из-за атрибута, а Ицхак из-за атрибута, что это за поведение этого атрибута? У Авраам, поскольку он был из-за атрибута хэсэд, в мире цилут, он был божественной отдачей, святость в совершенном. Он дал бесконечным всем. Как это означало? Что он открыл свой дом, принимал госты бесконечно. И его цель была одна. Добывать тому, что каждого, который пройдет через него, будет благословить Всевышнему. Будет. Хочет или не хочет, будет. Даже в нужды. То есть он принудит его благословить Всевышнему. Почему? У Авраама был очень большой каризма. И через его каризма и отдача он знал, что если человек будет переломаться, он останется рядом с ним. И поэтому написано, что Авраам делал постоянно ги-юр. То есть принимал мужчины к себе в ряды. И сара тоже самое. Вопрос, а где все его приемники? У него было так много хасидов. Он был большой ребе. У него было тысячи и тысячи людей за него. Где они пропали? Ответ, что после того, что умер Авраам, они начали сыпаться, как у нас говорят с ленгой, сыпаться. То есть Авраам, когда его каризма была рядом, когда его дух был рядом, они привязаны были к нему. Но когда он ушел, не хватило каризмы. То есть они внутри себя не менялись. Они остались по-прежнему такими людьми, как они были раньше. Просто его каризма, его силу, его святость соединяла и связалась к нему. Поэтому у Авраам был один сын, причем первенец, Ишмаэль, который отделился от него. Где мы видим, что он отделился? Первый, он не был с еврейской душой. У него не была еврейская душа. Во-вторых, написано, что после того, что ушел Авраам из жизни, он тоже сыпался, он тоже не выдержался. Он не мог остаться праведником. Он остался всегда сыном Рабина. Поэтому написано, что он был очень похож на Авраам, но со стороны Клепот. Он был хесед от Клепа. Он отделился от него. То есть Авраам не мог взять к себе и соединять, и менять темы, которые он с ним коснулся. Ицхак был обратным. Ицхак был гвура. Как выглядит гвура? Гвура дает только тому, кому надо. Кого служил? Если не служил, тебя не коснуться. То есть все преемники и идеология Авраам не подходили к Ицхаку. Он ими не занимался. Он не видел в них достаточно причины и возможности их менять. Если их менять невозможно, то они не достойны его внимания. Он искал только темы, которые могут стать другими. Самые стать другими. Не благодаря каризме. Они должны быть другими. они должны меняться и стать самыми лидерами. Поэтому, например, сыновья Ицхака уже оба были евреи. У них обоих была божественная душа. И у Ицхака, и у Якова, и у Исава. И поэтому он всегда видел в Исава то качество, которое, если бы он бы мог поменяться с его поведением, он бы стал даже великим, чем Якова. Поэтому он постоянно хотел что-то давать ему больше. Что он как-то видит из своего болота и видит из этого. И тем не менее, поскольку что-то было только под нем сверх-вниз, он менять Исава не смог. То есть Исав изначально занимался не грязь, не клепот. Ицхак занимался только тех, которые имели связь с божественностью. Поэтому какие-то поклонники, какие-то людей, которые шли за него, не было, он не занимался ими, они не интересовали его. Даже Исав, который в него была зерна еврейства, он не мог менять. Если он не мог менять, это было все. Поэтому даже про Исава написано, что он отделился от Ицхака. Он отделился от Ицхака. Или как книга Зуах говорит, и это утверждено в Тальмуде, что головы Исава похоронена совместно с Ицхака, как известно этого мидраж. То есть голова была еврейская, а жизни были никакие. Вот поэтому он отделился. Поэтому, например, Ицхак не мог спуститься в Харан или в Египет. Совершенно мы им запретим. потому что он не мог входить туда и менять место. Авраам мог не менять место, но осветить ее, святость положить. А поскольку Ицхак должен обрабатывать место сверху вниз, для него неприемлемо ни Египет, ни Харан, для него это было невозможно. Яков он из атрибут Тиферет. Тиферет это совмещенное качество между Хасад и Гбула. У него мы видим совершенно другой порядок. Совершенно другой порядок. Какой порядок? Он может идти в Харан, жить с Лаваном, бороться с Лаваном и рожать 12 детей и все праведники. То есть у него такое качество, что он может и как его дедушка Авраам принимать с большим потоком святости взят за него и как его отец менять суть людей. Не бояться их, а менять их. То есть вот это качество, которое есть у Якова. Отсюда мы понимаем, почему Авраам и Ицхак могли заключать союз с с авим до седьмого поколения мы бы не зашли на земля бытована. Почему? Очищение земли не начало. Она началась Якова. Очищение началось Якова. Почему? Авраам, как мы говорили, не очищал ничего. Он просто осветил. Это как солнце, которое светит, даже где свалку. И это грязно, и это воняет, все равно она светит, все равно светит. Она не меняет их. Ицхак туда и не идет, он не может очищать, где он идет. Яков может это менять. Поэтому именно с Якова начал путь, начал путь создания народа. Израила и начал путь подготовка к входе в земля Бетаван. Поэтому именно Яков заключать союз не мог и не хотел. Есть вопросы? Есть вопросы. Да? Есть вопросы. Давай. Только встань и говори четко, Лейб. Ромка. подойдет ближе до микрофона. Да. Как подойдет сюда? На стульчик. Лейб поправ галстук? Да. Смотрите. На стульчик дает. Да. На простом смысле. В простом смысле написано, что ему пришлось бежать. Ему пришлось бежать. По-другому не могло быть. То есть как бы прямо в Торе написано вышел потому что мама сказала и папа его благословил в Башон. То есть что тогда получается здесь первично? То что он не должен был заключить с Союзом или он должен был уйти а Союзом все равно не должен был так заключить. Мне не совсем понятно как решение любого вопроса может быть в нескольком направлении. Рассказывает что решение было принято что он покидает. Могли спрятать его отправить его в каком-то пещере в каком-то блокаде закрыть его каким-то охранная служба строить ему какой-то замок тысячи вариантов как можно спасать Якова. А приняли решение что он должен ехать уйти одна из причин почему приняли решение уйти это было то что не надо заключать заключение договор союзом с Авимел Рыба а можно еще один вопрос значит ушел Яков и это повлияло на всех якобы ушла святость но ведь Бешеве оставался он тоже святой человек кстати было сколько сколько время находились наши приотцов совместно 15 лет 15 лет 15 лет Яков был воспитанник у Аврагама и написано что Аврагам Аврагам был преподавал и научил Тору Эйсав и Яков в школе он был преподават и написано что наши приотцов трудили в учении каждый день 15 часов они они были большие люди очень большие люди и Эйсав учил Тору он очень хорошо все знал он не был какой-то бездельник он был очень серьезный человек ты думаешь что он был какой-то жулик бандит выглядел как я не знаю как мафион из мафии какой-то да бежишь какие-то шовчики какие-то татуировки курят много трава да нет это был очень серьезный человек очень серьезный человек он просто не он просто был крешен он не мог жить правильно того что он был большой человек был большой человек но он не мог тем не менее написано что он обратил заблуждение всякими вопросами типа отделения десятимы от соли от сена если он задал ему вопрос и думает что Ицхак был совсем совсем неумный если он задает ему вопрос значит он мог задавать ему вопрос скажи меня я могу задавать вопрос профессор математика а что спрошу его я не знаю математика что я буду спросить у меня нет вопросов то есть для того чтобы задавать вопрос Ицхак надо хоть что-то знать он серьезный человек он задавал вопрос Ицхака дальше дальше мы читаем как Яков начинает создавать семья как достоин на и он говорит хорошо ты будешь мне давать клад на еще семь лет работу и через семь дней можешь жениться на Рахель и начинается рождение детей оба сестра знают что у Яков будет двенадцать сыновья они были пророки они были большие женщины они оба знают и тут и тут начинается рождение ребенок и название имя рождение ребенок и называется имя кто называет имен детей у Яков кто дает имя матеря кто дал Аврагам его имя потом Аврагам Аврагам Ицхак кто дал имя мама мама смех потом мне Всевышний сказал когда ангели приходят и говорят ему то они говорят ему его будешь назвать Ицхак того что потом объясняют что было очень много смех в мире и это попадало как надо само собой но кто дал имя то же самое Яков как написано Яков посмотрите ребята как написано название Якова это Петра когда он схватился за Петру и Сава и во Икро кто-то назвал мужчина назвал папа назвал и папа назвали его Яков двенадцать сынов Яков кто называет имена матерей очень интересно посмотрим сейчас как мы называем первый ребенок смотрите в главе 29 петра пасу 32 пасу лео увидели лео она стала беременная бателедбен и рождала ребенок ватик рош мой ревен и она назвала его Рувен. Почему она назвала себя его Рувен? Потому что она сказала Всевышний увидел моего бедства, что меня не любят и теперь мой муж начнет меня любить. Видите? Дальше. Что говорит беда Раши? Раши говорит с ладошей. Работейну пиршу, наши мудрецов, комментировали, эмра, сказала лея, рау ма бен бни ле бен хамі. Видите, в чом разница контраст, мишду ма его сину, и ма его шурина. Ну, брат ма его мужа. Что брат ма его мужа, мохара бехеро лякои. Он прадал пирэвэнцтвэй, якова. Возле, и муисин, ло им махоро леясэф. Он не прадавал пирэвэнцтвэй, иосэф. Вэлло их эрэвэллэв. И когда яков решил самовольно пирэдат пирэвэнцтвэй, израу вэн, к иосэфа, он не спротивлялся. Вэлло их эрэвэллэв. Вэлло ойд, шэлло их эрэвэллэв. И не только что он не спротивлялся пирэдатчэ, нисправедлива, его пирэвэнцтва, к иосэфа. Элэшэ бикэшло и цьёми на бою. Или он даже пытался его спасать из продажи, которую Иуда устроил против иосэфа. Есть тут главный проблем. Это не написано в Тору. Комментарии ряши, нет в Тору. Почему написано в Тору тридцать пьервый пасук? Почему назвала Лей-а ее пьервенец Реувэн? Почему? Ну, видите? Она видит, что ей не любят, что муж ее не любит. И поэтому она надеется, что вот родился ребенок, вот она будет в ней будут любить, в ней будут влюблены. Причем тут сын, эйсав, Йосеф, что тут за объяснение странное? Что тут ряши объясняет? Понятно, да? Ребята очень красиво объясняют это. Ряши не пытаются комментировать пасук в предложении в Тору. Она понятная. Тут есть только один проблем с того, что сказала Леана. Какой проблем? Проблем в том, что Ильей будут любить только в случае, что этого сына стоит того. Мы же знаем, мы же уже взрослые люди, ребенок, который делает неприятности родителей, это не укрепляет союз с семьей. Оно часто делает очень много проблем с семьей. То есть Рахель приходит с такой уверенностью, что теперь после того, что я рожала ребенок, меня муж любит. Почему? Первый у Авраам был, Ишмайан никак не укрепил союз между Гагар и Авраам. Ну, не чуточку, наоборот. Когда родился второй первенец семьей, Исав, ну, точно между Ицхак и Ревка по Исава были разногласия, необъединения. Мы же читали в прошлой главе. почему Ле решила, что если она рожала первенец, то теперь ее будут любить. Почему? Трепить, понятно, удержать, понятно, ответственность, а почему она решила, что теперь будут любить? Об этом говорит Рашель. Наши мудрецов объясняли причина Ле подумать, что теперь муж будет ее любить. Потому что этого ребенка не Исмаэль. Вот этот ребенок не Исав. Не просто, что он не Исав, он полностью обратно от Исав. Он ведет себя совершенно по-другому от Исав. В чем? Он хорошо понимает, кто его отец. И он первенство у отца не хочет давать. Это не имущество, это не деньги. Это быть служителем в храм. Это два раза внимание отца. Он это не хочет давать никому. Он хочет ее удержать. От отлич от Исав. Когда Исав услышал, что такое первенство, это служба в храм, он говорит, зачем оно мне надо? Зачем мне умереть? Берите его. За супом бери его. За чашкой супа. А Яков это не хочет. И тем не менее, несмотря что он это не хочет, когда отец забирает от него и просто передает это сын Гахела, он не только смирился, он защищает его брат вот говорит Леа, теперь не только я понимаю по отчеству, а его отец тоже понимает, о чем идет речь. Теперь он меня будет любить. Я рожала его такой первенец достоин, что он достоин любовь ко мне. Теперь мы понимаем, что сказала Леа. Тут есть очень интересный абзац у Ребе, действительно объяснять, почему Авраам и Цехак и Яков их имена были даны или отца отцов их отцов или Богом. У 12 сыновья Якова, кто дает им имена матерей. Разница в том, что Авраам и Цехак и Яков это при отцов без еврейского народа. У нас есть и должно быть обязательно наследие, генетическое наследие, психологическое наследие, душевное наследие, идентичность наследия от нашей трех отцов Авраам, Ицхак и Яков. В отличие от них, когда мы говорим о сыновья Якова, это уже семейство. Есть семейство Рувен, есть семейство Леви, есть семейство Шимон, есть семейство Йосеф, есть семейство Бинямин. Разные семейства. Каждый из них дали наследство, характер, склонность, божественная душа, особенности, по-другому. Они дали только своих поколений. В чем разница между эффектом отца по рождению ребенка? Он дает ребенок своего существования, что он ребенок, что он человек. Что дает матери? Она дает ему телесные жизни, детали, характер. Поэтому когда мы говорим о отце народа, это дает Всевышнему и их отцов. Сверху вниз. Когда идет речь о детали поведения или детали тяга, которые есть в божественной душе, какой-то направлении, это дает уже материнская часть. Детали, характер или видение, это дает через материи, поэтому называли их материи. Объясняет Ребе, что это видно тоже по божественной душам. Божественная душа есть двух частей. Первая часть сама душа, сама душа не соединена с телом. Какая это сама душа? Того, что она божественная. Что идет в тело, только святость душа. То есть только ее действие. Ее действие оживления человека, ее действие в мозговой части, ее действие в чувствительной части, эмоции, эмоциональной части. Поэтому говорит Ребе, что название человека, имя человека, связано не с самой душой. Сама душа нет названия. Она душа. Она для всех одинаковая. Что именно мы называем душой, это той отдачей, которую душа дает в теле. Поэтому когда мы называем ребенок в имя, это имя характеризует какой час святости из души он получает в своем теле. Поэтому например мы можем найти двумя великими людьми, которые пользовались в разных поколениях разных души. Одинаковая душа. Это будет называться Шмуэл, а второй будет называться Нахмани. Они будут одна и тоже душа. Например, Пинхас это Ильяу. Пинхас, который был во время Моше, он и есть пророк Ильяу. Почему? Это назвали Ильяу, это Пинхас, потому что это проявление душа, которая зашла в их тело. Вот это проявление душа называется Ильяу, у нее есть другие направления, а вот эта часть душа, которая вошла в тело, называется Пинхас, но у него есть другие направления. Есть вопросы? Нет вопросов, все? Спасибо. Лейбу, тебе даже ни одного вопроса нет? Идите, Лейб. Мы не разъясняем. Амирам, где твой вопрос? Что это такое? запутался, не совсем на эти моменты. Мне пока это непонятно. непонятно. Непонятно, это тоже вопрос. Я пока не смогу формулировать вопрос. Ну, там Пинхас во веки веков там зачтется, это что? Это не одна мука. Что, 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 что? Это Пинхас. Который чему это ответит? Я не слышу вопрос. Это даже не вопрос. скажи это. Это что? Я должен сказать. Хорошо. Мне, допустим, так и непонятно, почему Лея решила, что ее муж будет любить. Я, честно говоря, не понял. Что ее муж будет любить? Ну, да, если она родила. Если она родила. Кроме как за детей больше нет. любит. Женщин не человек. Нет. Достой не путай. Он любил Рахель, Алей его подсунули. Рахель любил просто так. Алей как мать своих детей. Ну, конечно. мы поговорим еще раз. говорили об этом в прошлые годы, но это действительно надо напоминать иногда. Первое, надо понимать, почему Яком женился на двух состри. По обману Лавана и за обману что? Он был вынужден достаться. Смотри, мы знаем, мы поддерживаем мнение Раши, мы сейчас говорим, как Раши учит это. Мы поддерживаем по стилу учения Раши, что наши приотцов выполнили все Тору еще в то время. Одна из запретов Тору жениться на двух состри. И в этом есть и логика. Не порождать у двух состри вражда между собой. Запрет Богом есть причина. То есть иногда есть запретов, которые нельзя, нельзя. А тут есть еще причина, вражда. И мы видим, что эта вражда присутствует между этих состри. почему он женился? Говорит Амирам правильно. Тут есть проблема. Он обещал Рахель жениться, а теперь по обману он попался, у него есть леа. Ну а что ему делать теперь? Первое это не ответ. Если ты понимаешь, что тебе нельзя жениться на Рахель, не женись. Ну нельзя. Если хочешь развести надо, разведи пожалуйста с сестрой и бери Рахель, в чем проблема? То есть Яков принимает очень такое тяжелое решение, решение, которое говорит, я остаюсь с оба сестра, создаю себе серьезно большой головной боль, но остаюсь двумя. Почему? было больше детей. Не бил сильно было. Чтобы детей было больше энергии. Ну, я думаю, что ты знаешь, что есть у многих семьи в Израиле по 15-20 детей и что? С одной жены и все нормально. Рахея не спроможна была. Она знает это? Он проверил это загадное? Он же не знает. Почему? Почему? Случается, что была причина, почему Леа постоянно была ревушая. Так написано, что она постоянно ревелла. Да, я поняла. Болла легенда в семьюи, что всегда жены ца семьюи в семьюи. Ицхак жениль сан ревку. И у ревка двумия сеновьи. Старшей бирьот леа, младшей бирьот рахея. Иссав бирьот леа. Леа? Леа? Бирьот рахея? И так и Яков соглашался. Леа не соглашалась с этим. Она не могла смириться, что ее муж будет такой человек, как Иссав. И поэтому она постоянно была в трауре. Когда Яков дает обещание клад рахея, он не просто дает ее клад он обещает ей, он обещает ей и спасает ее, потому что риск, что она будет попадать к этому убийцу, большой. Если он женится на леа, ну, остается рахель, и она может попадаться действительно под Иссав. то это серьезное обещание. И мы действительно видим, что есть несколько мест в Тору, где есть обвинения. Ты же обещал. Вот, например, у Лавана. Какая претензия приходит Яков к Лавана, когда он понимает, что это не рахель, и говорит, ты же обещал. Что-то запытается. Он обещал, он обманщик. И Лаван отвечает ему, ну, обещал, обманул. Он начинает объяснить, не принято у нас, мы должны давать первое, старшее, потом младшее. Если он обманщик профессиональный, он должен говорить, ну, дурак ты, верил в меня. Он объясняет это. Почему? Потому что закон с заповедем Раха, который распространялся и привязывал всем народам на послушание перед законом, которое было принято в то время, если ты обещал, ты не можешь отходить от своего обещания. Это заповед обязательный перед всех народов. Поэтому когда Яков взял обязательство перед Рахел, у нее нет причины ее нарушить. Даже в нарушении Торы. Сейчас. Когда он оказался с Леа утром, у него сейчас есть серьезный проблем. Есть заповедь, которую он обязан. И за всем заповедем Нуаха. Это как закон обязательный. Яков по закону и условия он один из народов Нуаха. Еще нет договора того. И у него есть обидчай, обидчай, выполнять законы Тору, которая будет дана через тысячи лет. Так, у него нет виба. Есть закон, а есть обидчай. Закон гласит, что ты не можешь наружить закон. А обидчай, что нельзя жениться на двумя сестрами. Если он кинет Леа, она будет попадать под разбор Кайсава. И здесь находится Яков в таком ситуации, в которой он говорит, я понял. Ситуация такая, которая нерешаемая. Я обязан перед Рахел жениться, и я не могу бросать Леа. Когда мы понимаем, какими расчетами было у Якова, мы понимаем следующее. Яков действительно очень любил Рахел. Очень любил ее. Второй, он остался с Леа по обязательству. Это не ненависть, это не какое-то чувство, что он не хочет ее. Вопрос не хочет, он обязан с теперь. Того, что Рахел просит, она просит тоже чувство, чувство, которое будет производить близность не такая любовь, которая есть Рахела, хотя бы любовь от приятного. Приятного. когда появляется ребенок, который оба родители восхищены от него, это сближает людей. Она говорит, я хочу вот этого сближения. Вот теперь мой муж будет гордиться моего сына, он будет рад, что у него есть такой ребенок, и это будет производить сближение со мной тоже. Кстати, кто похоронен Сиакова в Амарата Махтана в Хеврон? Ля? Конечно. Несмотря что Рахела была любимая жена, похоронена Сиакова, ля? Это у нас по дороге умерла. А? Она по дороге умерла, Рахела, ее там и похоронили. Могли везти его в Хеврон. Не получили. А? Да, не А где находится этого самого гроба Рахел? В возле Иерусалима. В Хевроне. Где находится Хеврон? Я там был. Я там не похоже. Настояние сколько? 60 километров от Иерусалима. Не могли везти? Сколько дней это ходьбы? Сколько дней? Сколько человек ходит в час? Два дня от силы. Что не могли везти? Могли везти. Не везли. Из-за этого Яков говорит Йосефа не сердись на меня, что я не похоронил твоего мать где надо. Это было так задумано. Была причина к этому.